Россиянам прощают долги в обмен на жизнь. Кто разбудил Медведева и как Россия может увеличить свой бюджет? Ядерным ударом. Поехали! Да, перед этим напомню вам еще раз, что стоит подписаться на мой канал, вы видите ссылку в названии и на канал 24-го. Это обязательно, поставить лайк и прокомментировать, что вы думаете, это важно. О чем вы думаете? Россияне анонсируют масштабное наступление на Запорожском направлении, в Запорожской области. Они готовились к этому на виду у всех, перегоняли технику через Мариуполь, активно анонсировали наступление. Вот, к примеру, паблик Колонел Кассат, полковник Кассат, пишет, что армия РФ усиливает нажим в направлении Орехова, Малой Такмачки и Гуляйполя. Также там же утверждается, что ВСРФ захватили еще ряд населенных пунктов, но подтвердить или опровергнуть эту информацию на самом деле сложно. Знаем точно, что ситуация на фронте тоже сложная, но контролируемая украинскими силами. Заявление Минобороны РФ о взятии населенного пункта Ильинка в Донецкой области не находит подтверждения в независимых источниках, а анализ карт Deep State Love You Are Map, мы пользуемся этими ресурсами, показывает, что район остается пока зоной активных боевых действий, поэтому говорить о том, что россияне имеют какой-то успех где-то, пока не стоит. Ну и, по крайней мере, по этим картам видно, что ВСУ удерживает, по крайней мере, эту линию. Видео с поднятием флага российской 114-й бригады вызывает на самом деле сомнения у синт-аналитиков. Оно либо снято в другом месте, либо инсценировано, что уже не раз замечалось за российскими силами. По данным аналитиков, украинские защитники успешно сдерживают атаки противника, особенно на соседних направлениях Торское и Заречное. На Купинском направлении ситуация тоже далека от российской пропагандистской картины. Заявления о расширении плацдарма и визите Зеленского в Харьков воспринимаются как попытка дискредитировать украинское командование. Российские удары по Купинску, включая применение авиабомб ОФБЗ-500, были направлены скорее на запугивание гражданского населения, чем на достижение какого-то тактического успеха. Но ВСУ продолжают укреплять позиции в регионе, по крайней мере в открытых источниках такая информация есть, и там готовятся к возможным российским контратакам. Россиянам простят долги в обмен на жизнь. Совфет, Совет Федерации, одобрил законопроект о списании долгов по кредитам до 10 миллионов рублей для участников, ну так называемое СВО, которые заключили контракт после 1 декабря 2024 года. Во многих эфирах аналитики, эксперты говорили о том, что оценивать популярность контракта в армии РФ можно по ставкам и предложениям зарплат в армии, которые растут. И тут Совфет делает еще один шаг, и эта мысль укрепляется, что чем меньше популярность контракта в российскую армию, тем больше предлагается денег за это заплатить. Медведева разбудили, рассказали новости, и он решил высказаться, конечно, про дальнобойное оружие. Кто же, как не он. Снова угрожает Третье мировое ядерным ударом, ну и всем остальным. Что он пишет, цитирую. Использование ракет Альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились, и это уже Третья мировая война. Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, пишет Дмитрий Медведев. Реальных условий для такого шага на самом деле нет. Его последствия могут привести к международной изоляции России, включая осуждения со стороны тех стран, которые еще, ну можно сказать, могут называться партнерами или чем-то подобным на партнерство. Это Китай и Индия. Подобные заявления рассчитаны на запугивание западной общественности и создание иллюзии какой-то мощи, тогда как внутренние ресурсы России стремительно истощаются, и об этом ни одна статистика уже говорит. Еще одна цитата. Заморозка конфликта в Украине неприемлема для РФ. Москве важно достичь целей спецоперации, говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Но ведь уже достигались цели операции нет, не было такого. А как они могут достигнуть цели операции ядерным ударом? Вот это мне интересно. Или цели такие, что их можно и поменять. Букмекеры на Polymarket, это площадка, где ставят просто на что угодно, на вероятности какого-либо события, начали принимать ставки на ядерный удар до конца этого года. Сейчас шансы оцениваются в 10%, а вчера и днями на фоне новостей об утверждении новой ядерной доктрины России он был в 18%. Риторика о ядерной угрозе. Заявление о новой доктрине сдерживания используется Кремлем для эскалации конфликта в информационном плане и для информационного противостояния. Но практическая реализация ядерного удара на самом деле вероятность малая у нее. Эксперты оценивают риск применения тактического ядерного оружия в 10-15%. Указывают это на самом деле на пропагандистский характер таких заявлений, подтверждая то, о чем мы сейчас говорили. Запад и Украина понимают этот механизм давления и продолжают наращивать подготовку к решающим событиям на фронте. Но не реагировать на такие события тоже не стоит. Российские заявления о плохих новостях для офиса Зеленского. Об этом пишет ряд телеграм-каналов, которые называют себя украинскими телеграм-каналами КТУМ, к тому же. Якобы исходят они от западных элит и имеют тоже пропагандистский характер. Предназначены для деморализации украинской общественности и создания видимости изоляции Украины. На деле страны Запада продолжают поставки оружия. Призывы к активизации мобилизации, исходящей от США, свидетельствуют о стратегической поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Прогнозы о возможных переговорах между Украиной и Россией, которые озвучивало издание The Economist, выглядят сейчас как часть информационной кампании, которая направлена на подготовку общественного мнения к определенным уступкам. Об этом пишут и аналитики, кстати, и украинские, и российские. Речь идет о сохранении РФ-оккупированных территорий, так предполагает Economist, возможном полузамороженном конфликте и требовании нейтрального статуса для Украины. Но такие сценарии маловероятны без существенного изменения ситуации на поле боя, потому что, ну, а кто будет уступать, когда думает, что он может победить? Именно военные успехи Украины или их отсутствие будут определять формат будущих переговоров, если они будут. Заявления о переговорах без Украины выглядят как элемент российской пропаганды и не больше. Не забывайте подписаться на канал, не забывайте поставить свой лайк, не забывайте оставить комментарии, свои мысли, мне они очень нужны, нам они очень нужны. Давайте поговорим об этом, ведь ваши мысли, это самое важное здесь. Берегите себя. Продолжение следует...